всем привет меня зовут карина и сегодня мы с вами будем делать упражнение 6 2 1 7 открываем наш пока файлик и инструкция скачиваем инструкцию перейдя по ссылке и сохраним нужную вам папку думаю вы и так это все знаете открываем пока файлик и смотрим на инструкцию тем временем у нас будет несколько заданий у нас есть вот такая вот топология прикольная и нужно будет настроить виланы на всех коммутаторах вот у нас как открылся пока файлик вводим имя email и группа окей подтверждаем наше задание перезагрузилась но инструкция у нас в русской версии задания здесь не прописано так что я сделаю немного поменьше и закреплю чтобы видеть наши результаты вот у нас в pdf файлике есть само задание будем делать по нему вот так и первое что нужно сделать это отобразить текущей сети вилан на коммутаторе s1 открываем s1 команда строка enable и вводим команду show вилан brief вот у нас список текущих конфигураций виланов и их настройки дальше что нужно сделать нам нужно проверить подключение между компьютерами одной и той же сети например у нас будет работать ping с pc1 на pc4 с pc2 на pc5 и pc3 на pc6 давайте проверим один из них открываем например устройство pc1 desktop командная строка ping у нас должно быть успешно на устройство pc4 вот наша таблица адресации и копируем IP адрес вставляем enter и с первого пакета у нас ping удачный 4 отправлено 4 получено но если например мы будем отправлять ping запрос на другое устройство он не будет выполняться потому что это не настроено например давайте pc5 копируем его IP адрес и также с первого устройства ping paste enter ждем пока наш ping пройдет и если долго пинкует то скорее всего он не будет удачный вот первый неудачный он пытается отправить второй пакет он тоже неудачный и также будет и с третьим и с четвертым ждем вот третий да и четвертый тоже неудачный ну давай вот 4 отправлено 0 получено все утеряны смотрим что нужно сделать нам нужно настроить сети вилан на коммутаторе s1 но если вы посмотрите на инструкции ниже то же самое нужно будет сделать на коммутаторах s2 и s3 поэтому я предлагаю открыть блокнот вот он и давайте пробишемся команды здесь что потом просто скопировать и записать интерфейс вилан вот наше задание интерфейс вилан 10 name имя у нас faculty staff копируем например здесь нужно будет прописать интерфейс вилан 20 name уже students эти все команды я прописала вот здесь вот они мы их просто копируем открываем первый коммутатор который вам попадется под руки enable conft и просто paste enter и мы видим что у нас уже 21 балл из 94 сворачиваем s2 открываем s1 мы уже верю здесь enable так что вводим сразу conft paste enter 42 из 94 проделаем то же самое на последнем устройстве enable conft paste готово 63 из 94 что нам нужно сделать дальше нам нужно назначить сети вилан активным портом на s2 вот их список также давайте откроем наш блокнот потому что то же самое нужно будет проделать на s3 как это настраивать интерфейс вилан интерфейс у нас фаз ethernet 0 например 11 вот он а вилан у нас будет 10 настраиваем свитч порт свитч порт мод access далее свитч порт access вилан первый вилан у нас 10 enter это мы прописали настройку на коммутаторе для вилан 10 фаз ethernet 011 чтобы не тратить время я прописала эти команды вот здесь это для всех трех виланов вилан 10 вилан 20 вилан 30 вот они также можем их скопировать и настроить это сначала на s2 вот он вводим команду exit чтобы вернуться в режим конфигурации и пейс enter у нас 78 из 94 все настроено правильно по заданию нужно то же самое проделать для s3 открываем с 3 вводим команду exit пейс enter готово у нас 90 из 94 нам осталось всего чуть-чуть нужно настроить voice вилан вот интерфейс у фаз ethernet 011 на коммутаторе s3 для того чтобы это настроить открываем наш коммутатор s3 возвращаемся в режим конфигурации с помощью команды exit и вводим команду интерфейс фаз ethernet 011 и прописываем команду которая активирует нам голосовой интерфейс а mls qos trust и cos вот такая вот команда и осталось активировать этот свитчпорт свитчпорт voice вилан и номер вилана у нас 150 вот voice вилан 150 enter ой 150 enter готово мы настроили все успешно но видите у нас здесь желтый индикатор чтобы удостовериться что у нас все настроено окей нажимаем кнопку fast forward time и наш индикатор загоряется зеленым можно нажать кнопочку check results assessment items и посмотреть что у нас все настроено правильно и думаю что у вас тоже все так же а на этом все всем пока и еще все и все и Продолжение следует...